Тигуан Тигуан А вот острота руля это не про Тигуан. Спортивности ему явно не хватает. Другое дело, нужна ли она здесь? Все же это Тигуан, а не Феррари. Радует и дизельный мотор, который приятным рыком намекает на неплохой показатель максимального крутящего момента. А датчик расхода топлива говорит о том, что тащить купюры из кошелька Тигуан все же стесняется. 8,2-8,8 литров на сотню очень неплохо для кроссовера. В качестве силового агрегата наш Тигуан имеет 140-сильный турбированный, как уже говорилось, дизельный мотор TDI с рабочим объемом цилиндров 2 литра и максимальным крутящим моментом равным 320 ньютон-метров. Интерьер Тигуан имеет некоторый спартанский характер, но несмотря на простоту, все клавиши расположены интуитивно понятно в пределах доступа вытянутой руки. То есть отвлекаться от управления автомобилем для поиска того или иного переключателя не придется. Несмотря на внешнюю простоту, функций и систем, которые можно обнаружить в автомобиле, довольно много. Здесь и система распознавания усталости водителя, и автоматический парковщик, и адаптивные фары Dynamic Light Assist, и система поддержания рядности движения Lane Assist, а также система распознавания дорожных знаков и камера заднего вида. Но можно их обнаружить только в европейской версии немца. Интерьер автомобиля имеет довольно спартанский вид, однако все расположено логично, находится на своих местах. Верхняя часть центральной консоли выполнена из очень мягкого материала. Ну а остальное – стандартный пластик. Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что Tiguan действительно хорош в городе и недалеко от него. Кроссовер выгодно отличается от японских и корейских коллег традиционностью линий концерна Volkswagen Group и добротным немецким качеством, а самое главное – своей ценой. Ведь Tiguan имеет комплектации, которые даже дешевле моделей конкурентов-одноклассников.